В технопарке IT-парк на площадке «Точка кипения» прошла лекция о значимости Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Все подробности далее. На лекции гости узнали о том, как можно стать донором, как проходит сама процедура, имеются ли противопоказания и, самое главное, какие возможности может подарить донор человеку, нуждающимся в трансплантации костного мозга. В качестве примера на лекции выступила Аниса Николаева, мама пятилетней Саши. До полутора лет девочка была совершенно здоровой, но затем ей диагностировали редкое генетическое заболевание – метахроматическая лейкодистрофия. Нам помог ПУСФОН быстро собрать средства, и мы успели сделать трансплантацию. Благодаря трансплантации уже три года наша дочка улыбается. Она потихоньку восстанавливается, то есть она снова учится ходить, снова учится говорить. Чтобы осуществить успешную трансплантацию, необходимо найти своего генетического близнеца. Поэтому после лекции добровольцы смогли стать потенциальными донорами, сделав простую процедуру. Необходимо было сдать образец букального эпителия, то есть слюны. Образцы в виде ватных палочек с конвертами поступают в НЖС-лабораторию Казанского университета, давнего партнера – РУСФОНДА. Теперь это первая версия лаборатория НЖС-типирования, то есть секвенирования нового поколения, что позволяет увеличить количество типирований до 25 тысяч в год, и, соответственно, сократилась цена почти в год. Напомним, в 2018 году Казанский университет совместно с РУСФОНДА учредил Приволжский регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день Приволжский регистр насчитывает более 44 тысяч потенциальных доноров в своей базе, и было уже более 25 совпадений. Это значит, что такое количество людей спасены от ненуимой гибели. То есть пересадка костного мозга была осуществлена, и они остались живы и здоровы. Диана Желенкова, Хафиз Гараев, Универ Ньюс.